Я думаю, тут резко все идет о зарплате в целом, чиновнического аппарата. И, в принципе, если спусковым механизмом это было заявление одного бывшего члена Кабинета Министров о том, что предполагается повышение зарплаты народных депутатов, самой зарплаты до 100 тысяч, сейчас она составляет около 40 тысяч, плюс такая же сумма идет на депутатские нужды, тут только 80, ну, возможно, чуть больше. А это говорится о 100 тысячах. И дальше уже как снежным комом появилась информация о том, что в правительстве в очень многих министерствах поуписывали себе огромные премии и надбавки в конце года. И, безусловно, нужно понимать, что в ситуации, когда государственный бюджет Украины недополучает денег, когда у нас проблемы с выплатами учителям, медикам, когда у нас Кабинет принимает решение о том, чтобы заморозить выплаты по негарантированным статьям государственного бюджета, инфраструктурным определенным проектам и так далее. Ну и вот здесь правительство выписывает себе такие премии. Ну, есть технический момент, безусловно, я думаю, что это все понимают, кто так или иначе причастен бы к работам в госучреждении, когда в конце года остается определенная сумма, которая не будет оставаться уже на счетах этой организации, а будет переходить на другие счета, и организация не сможет ее использовать. И тогда, конечно же, их нужно как-то быстренько перераспределить, и самый простой механизм — это выписать премии и так далее. Но мы также должны понимать, что в этой ситуации, и, ну, безусловно, все это, когда вот мы говорим о том, что мы уже тут чуть ужимаемся, и есть определенные проблемы, а вот здесь вот огромные соответствующие, значит, такие вот зарплаты, это вызывает негодование со стороны общества. И, безусловно, это берет на вооружение оппозиционно-политические силы, которые начинают раскручивать эту тему. И плюс здесь нужно понимать, что есть определенное отсутствие коммуникации между «Слугой народа», то есть «Монобольшинством» и «Кабмином», поскольку, ну, либо тут уже «Слугой народа» начинает действовать на опережение, чтобы немножко снизить градус критики, то они тоже захотели с этим разобраться и сказать, что вот мы были соответствующие не в курсе. Один момент, который тоже важен, что премии, они же не выписываются просто так. Всегда есть какая-то аргументация. Скорее всего, там, за какие-то значительные там успехи и так далее в чем-то. Это, между прочим, может быть основанием для проведения определенной проверки. То есть были они или не были. Если они не были, то мы можем говорить об бюджетной коррупции, когда безосновательно выписываются от премии чиновников. То есть это тоже может быть определенное такое расследование. Плюс мы должны понимать, что, в принципе, правительству пока нечем особо похвастаться. Есть определенные системные проблемы. Да, мы можем говорить о том, что, возможно, мало было времени и так далее. Хотя Гончарук отчитывался на одном из совещаний закрытого характера, что на 80% все выполнено. Хотя мы видим, что дедлайны по многим задачам, которые ставил президент, они все-таки не были решены достаточно по серьезным глобальным вопросам, которые лежат в компетенции правительства и его сотрудничества с парламентом. Да, аргументация Алексея Гончарука о том, что нужно коррупцию преодолеть. И вот мы там схемы преодолели. И все у нас министры, они белые, пушистые, живут на одну зарплату. С одной стороны, безусловно, если человек грамотный специалист, то он должен получать соответствующее денежное вознаграждение, иметь заработную плату. Но, опять же, скорее всего, это должен быть системный такой подход, когда четко мы будем определять, от чего, как оно происходит, как оно начисляется, как высчитывает. И привязывать заработную плату чиновников, в том числе и руководителей государственных предприятий, к определенным показателям. Если они их достигают, то значит они их получают. А если в целом страна успешно развивается, вот можно, допустим, к уровню ВВП привязывать или еще к каким-то показателям. Вот идет определенный перерасчет. Есть разные системы, на самом деле. Вот, в пример, можем поговорить о Сингапуре. У них зарплата чиновников, она связана с зарплатой аналогичных должностей в частном секторе. Приблизительно это где-то 80%. Они определяют 15 профессий, специальностей, и по ним идет расчет. Плюс, опять же, если страна успешна и она развивается, там ВВП растет, идет перерасчет, опять же, в сторону плюс. Если же замедляются темпы развития государства, то, соответственно, идет перерасчет в минус. Эта система более понятна и ясна, поскольку, да, есть сфера большой компетенции у правительства, тоже и тех же самых депутатов и так далее, но, опять же, она должна все-таки быть обоснованной. И если у нас в стране средняя заработная плата, ну, приблизительно, я так понимаю, это около 10 тысяч, по Киеву немножко больше, ну, безусловно, есть момент. Да, можно связывать стоп управленцами в частном секторе, там ситуация будет немножко больше, но все же здесь должна быть четкая система, которая показывает, это же не впервые такая ситуация возникает, не впервые, поэтому она вот нуждается в своей такой вот регламентации. И здесь, конечно же, да, мы можем поговорить о том, что у коррупции всегда есть две главные составляющие, это стимулы и условия, да, стимулы как раз это вопрос заработной платы, если она чересчур низкая, но это стимул к тому, чтобы быть менее стабильным в ситуации использования использования своего служебного положения для получения неправомерной выгоды. Если же вот говорить по условиях, ну, это вопрос уже нормативного регулирования, который дает возможность чиновнику определенным образом принимать решения в своих собственных интересах и так далее. То есть, да, это рационально логично, но тогда нужно четко обществу сказать, что вот, уважаемые, смотрите, вот у нас все такие чудесные, замечательные специалисты, вот мы, они должны зарабатывать соответствующую большую сумму. Я думаю, что просто не ожидали такого особого резонанса, и он был сделан, возможно, даже без учета какого-то мнения премьер-министра, а непосредственно в министерстве, самими министрами, для того, чтобы можно было не потерять вот ту сумму, которая как бы была, и она пошла, осталась, скажем так, в конкретной сфере, в том числе через вот эти вот премии. Но ожидая другой как бы реакции, когда правительству действительно было много вопросов и остаются они перед Новым годом, да и после, ну это вот такой большой просчет и дополнительный минус самому премьер-министру. Ну мы должны понимать, что, безусловно, политические оппоненты, они это используют в своих интересах и начинают с ранее. Они вспоминают и обещание, которое звучало с устой президента, и слуг народу о том, что заработная плата учителя должна быть в 4 тысячи долларов или сколько, ну понятно, что достичь этого сразу нельзя, но вот, да, говорит о том, что там, вспоминают уже, что эпоха бедности уже решена, но не у всех, а пока только у отдельных людей, ну и так далее. Я, безусловно, выступаю за то, чтобы эффективный менеджмент был, как в государственных органах, так и в предприятиях, но очевидно, что для этого нужно иметь уже какой-то фундамент и основание. Если бы действительно мы имели значительный экономический рост и не было проблем с наполнением государственного бюджета, выполнением других обещаний, я думаю, что особого такого резонанса в принципе не было. Но опять же, это вопрос коммуникации с самим обществом. Мы должны понимать, что действительно хорошие специалисты не горят. У нас проблема с госслужбой на самом деле, поскольку много специалистов не хотят туда идти из-за того, что низкая заработная плата, множество рисков ответственности, электронные декларации и так далее. И те, кто идут, это по большей мере, ну опять же, не все, безусловно. Те, которые не могут себя реализовать успешно в частном секторе, и другие, это люди, те, которые схематозники, которые знают, как можно заработать в госорганах. Поэтому да, эту проблему нужно решать, безусловно, но ее нужно было так, не втихую, а ставить этот вопрос на публичные рассмотрения и делать, как минимум, это постепенно и с привязкой, с конкретным показателем, которые должны достигать правительство или народные депутаты. Это все можно сделать. Есть множество методик управления по результатам, с оценкой процесса. Это и KPI, да, но есть тем более. И вот есть именно подходы разработанные и которые реализуются, допустим, в скандинавских странах для госуправления сектора. Он же отличается, сектор госуправления, от частного. Там одно дело, это достижение прибыли, организация у нас. Мы еще говорим о государственных органах социальной справедливости, тоже важный вопрос. И государственный орган, он не всегда может показывать свои результаты через получение какой-то прибыли, а через достижение других там качественных показателей, которые очень сложно подсчитать. Но все это есть, это в принципе-то вылубит задача правительства технократов применять вот эти новые методики, объясняя их обществу, всем заинтересованным сторонам и тоже держа адекватные удары от оппозиции, поскольку система управления управлением, нужно ее действительно менять, поскольку у нас большая институционная слабость, которую пытаются всегда подменить там сильной рукой, сильным управлением и так далее. Хотя государство будет действительно успешным тогда и демократическим, когда у нас будут сильные институты, независимые, максимально независимые от различных политико-конъюнктурных моментов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...